сегодня будем заниматься черенкованием для этого я отломала почвабрикет кусочек и заливаю его теплой водой по инструкции ну и ждем пока он набухнет разбухнет а дальше будет понятно что с ним делать и получилось у нас вот столько субстракта еще такой довольно таки теплый достаточно мелкий мы его убираем в сторонку и перед нами стоит вот это вот красавец который в принципе мы будем пробовать черенковать честно слово занимаюсь этим впервые и достаточно такой трепет возникает вообще когда что-то делаешь впервые и даже не впервые всегда возникает ощущение трепета потому что есть ситуация когда вот ты сделал этот еще раз а вот на 1000 1 не получилось ну вот не получилось и ты не понимаешь почему вот эта красавица уже даже переросла не знаю сколько получится с нее черенков из 9 горшочков не взошло только два мы еще подождем а там будет видно основном вот такие вот малышки ну естественно тут брать еще нечего и вот это вот малышка почему-то мне не нравится она увядает грунт проверяла влажный рыхлый вот что-то ей не нравится вот такой вот становится вяленький 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 поставила уже его на теплый подоконник думаю может быть заливаем или еще что-то признаков гниения нет и я не знаю что с ним делать но это моя грустно теперь о более интересно поговорим об этом чуде идеальный черенок а какой идеальный на мой взгляд вот он то есть он вот он нижние листы мы обрываем обрезаем ну в общем что-то мы с ним делаем кому как нравится оставляем вот такую вот небольшую розеточку то есть черенок 5-7 сантиметров обязательно вот эта ножка должна быть такая вот зелененькая соченькая вкусненькая пробовать не будем ну да предположим что так вот такой процедуру повторяем уже перерастать начали поэтому вот от этого череночка вот он еще пенечек остался так хорошо отросла на самом деле вот это вот хризантем к листик отломала давайте его сразу берем вот такая ну в общем суть понятно что черенки 5-7 сантиметров если что мы укоротим я нарежу сейчас оставшиеся ну и включусь ну вот такой облудыш у меня получился жалко конечно а вдруг не получится вопросы терзает а вдруг это загубило ничего вот это останется она еще выше вылезет и даст пасынки поэтому вот это я точно не переживаю ну и скажу по секрету тут еще вот совсем макро пульки растут пусть растут вот тут не так уж много получилось стакан с водой и воду я хочу каплю добавить циркона совсем капельку и успокоить для чего это дело у нас нарезаны черенки я сейчас буду листики вот так вот обрезать те которые не нужны и в эту воду вставлять ну и пока я обрезаю вот это вот потом стакан и начну готовить они пускай постоят стимуляторе хуже точно не будет отрежешь их прям запах разносится вот именно тот что нужно сразу ощущение даже не лето скорее всего красивый осень и конец августа когда начинает уже вовсю цвести хризантемы вот такое вот ощущение тепла и уюта почему-то субтрат получился очень мокрый я его переволожнила инновация на новые не могу сказать нравится мне это дело или нет у меня получилось 13 черенков мне надо подготовить набить 13 стаканчиков грязное такое дело но и так приступим в этой баночку я пересыпала вот этот корневин еще раз говорю грунт получился очень влажной поэтому придется делать вот так дырочку дырочку не буду на всех вытаскиваем наш саженец будущий очень надеюсь кончик окунаем стряхиваем и опускаем дальше придется ухищряться придется его приминать потому что контакт стебелька землей должен быть самым плотным если бы грунт был не сильно переувлажнен я скорее всего дырочку не делала а просто втыкивала по принципу с колесами опять туда и сюда опять опускаем и приминаем то есть стебельку должно быть контакт для того чтобы за что зацепиться по мере роста вот влажная настолько что плода выдавливается скажем так это не конечно я на это не рассчитывала но что делать ну вот таким нехитрым действием буду заниматься дальше ну вот наши все черенки примята куда я дену эту воду в которой с цирконом с каплей а вот так по капле и разолью стакана совсем тут то сколько если есть 15 грамм то хорошо накрываю крышкой и отправляем на мой стеллаж